Что касается всех возможных неприятностей, связанных с кожей, точно так же мы начинаем с самого базового, мы начинаем с Доджин Берла. Будем рассматривать это вот на этой девице с розой. Не буду забегать вперед. Вот таким вот образом будет выглядеть картинка, сделанная исключительно Доджин Берла. Давайте мы, собственно, этот Доджин Берн попробуем на зуб. Прежде чем начать Доджин Берн, я воспользовался хирин брашем для устранения слишком контрастных, слишком мелких всяких точечек опрышек. Они нас не интересуют. Доджин Берн можно проводить от осветления и затемнения, локальное, проводимое руками. Можно проводить по маске белой кисточкой в кривых, то есть накинуть пару, одну осветляющую кривую, другую затемняющую кривую, и дальше работать по черной маске. Но я этот метод не люблю, потому как приходится переключаться между слоями. Я предпочитаю проводить Доджин Берн на средне-сером оверлейном слое, заполненном серым цветом. Давайте мы его создадим. Вспомним, что Доджин Берн влияет в основном на средние тона. Это как раз тот кусок тонного диапазона, куда мы с вами согнали всю эту самую кожу. И, собственно, прододжин бернем эту самую девушку. Давайте для начала, прежде чем ее доджин бернить, определимся, какие у нее есть недостатки. Для этого я возьму кисточку и просто порисую. Из недостатков. У нее некрасивая тень, которая накладывается еще и на синяк под глазом, некоторый мешок, который надо бы устранить. У нее для девушки не очень желательно, для мужчин очень желательно нюанс объема на лбу, который надо было бы нивелировать, убрать оттуда контрастность, сделать его посветлее. Есть некоторое затемнение в той области, которая должна быть посветлее для формирования правильной челюсти, для формирования более правильного светотеневого рисунка. И у нас есть проблемы гораздо более локальные. Гораздо более локальные это как раз те пигментные пятна, которыми данная конкретная барышня изобилует. Те же самые пигментные пятна есть и на нижней части изображения, то есть в районе плеча и шеи. Там от этих пигментных пятен тоже надо будет избавиться. Как вы понимаете, все это завязано на яркости. То есть под глазом более темное пятно, его надо сделать более светлым. Где-то есть более светлые, мелкие пятна их надо сделать более темными. Вот это все на тот джиндерник, если мы говорим про фундаментальные принципы ретуши, и решается. Давайте мы сделаем только единственную штуку. Поэтому мы обесцветим картинку для того, чтобы нас цвет не отвлекал. Без этих самых цветовых эффектов будет гораздо проще оценить яркость. Что ярче, что менее ярко. При всем при этом некоторые детали могут быть лучше видны, если мы их чуть-чуть законтрастируем. Просто для лучшей видимости. Это такой слой набросок, который можно накидывать при ретуши для подсказки самому себе, где что ретушировать. Вот таким вот образом законтрастили, переконтрастили это изображение, но в центральной части под глазом пятна проявились лучше. То есть нам стало еще лучше видно, что собственно ретушировать. Этот слой потом мы удалим. Ну и соответствующим образом, когда мы переходим к ретуши более теневых, например, участков, мы контраст будем поднимать именно в тенях. Вот таким уже образом. То есть вот этот вот корректирующий слой кривых, как некоторый проявитель пигмента, проявитель недостатков, будет путешествовать по картинке и видоизменять свою S-образность с точкой дефуркации, либо E, либо правее по этой самой гистограмме. Давайте я его пока отключу, потому как мы собираемся для начала избавиться от более-менее крупных пятен. От более-менее крупных пятен, которые связаны с не столько пигментом, сколько со светотеневым рисунком. Я собираюсь провести осветление под глазом. Работаю я додж-стулом в рейнже мид-тоны. Пока не обращаю внимания на мелкий пигмент, на мелкие пигментные пятна. Пока разруливаю более глобальные затемнения и осветления. И к менее большим по площади пятнам перейду попозже. Убрали затемнение под глазом. Сделали здесь кожу более ровной. Чуть-чуть приберем нюанс объема и сделаем чуть-чуть посветлее его на лбу. Дело в том, что в нашем человеческом сознании женское лицо гораздо более прямое, гладкое, чем мужское. Поэтому вот такая впадина в районе виска была бы не очень полезна именно в рамках женского портрета. Чуть-чуть осветлим в районе начала нижней челюсти и чуть-чуть затемним чуть ниже. Таким образом сделаем линию тени, проходящей по нижней части лица, менее рваной, более геометрически правильной. Сейчас мы занимаемся ничем иным, как скульптурированием портрета. Чуть-чуть выведу темное пятно на подбородке. Та же самая операция для упрощения объема. И в итоге получу вот такой вот эффект. Мы с вами сейчас избавились от крупных пятен. Это на самом деле ничто иное, как низкочастотные ахроматические пятна. Мы потихоньку с вами подбираемся и к частотному разложению, но пока на концептуальном уровне. Если мы отдалим картинку и перестанем такое внимание таким образом уделять пигментным пятнам, мы после вот этой операции получим изображение гораздо более чистое уже. Можно и черно-белой кисточкой проделывать эти самые осветления и затемнения, потому как мы работаем по некоторому слою, который не содержит цвета, и в итоге либо белеет в какой-то степени, либо наоборот чернеет в какой-то степени. Привнесете вы эти изменения кисточкой или додж-тулом и бёрн-тулом, черной или белой кисточкой додж-тулом и бёрн-тулом, абсолютно не важно, потому что финальный вид корректирующего вот этого вот слоя будет одинаковым. Мне удобнее и сподручнее работать додж-тулом и бёрн-тулом, я к нему привык. Додж-тул и бёрн-тул переключаются друг между другом по нажатию на альт. Если мы находимся на додж-туле, при нажатом альте он превращается в бёрн-тул, в затемнитель. При всем при этом обратите внимание, что додж-тул и бёрн-тул стоит при максимальном значении экспоза, вот 10 это прям высокий-высокий максимум. То есть на самом деле вся работа ведется от 2 до 6%, где-то так. Просигнайте, пожалуйста, статусом. Согласны ли вы с тем, что после устранения крупных пятен яркостных изображение стало чище и цельнее? Мы, как пишет Руслан, совершенно верно, но чуть забегая вперёд, очень сильно наваляем дров с цветом. Будет посвящена следующая часть занятия. Окей, сделали. Давайте мы оставим эти коррекции на отдельном слое, создадим ещё один отдельный слой, тоже оверлейный, тоже средне-серый, но будем работать на отдельном слое с уже более мелкими пятнами. Ну просто, чтобы не смешивать муки с котлетами, мы разнесём мелкие пятна, устранение мелких пятен на отдельный слой, крупных пятен на отдельный слой. Работаю додж-тул, осветляю. Тёмные пятнышки, более мелкие, становятся светлее. Таким образом, уходит микроконтраст ненужный, он связан с дерматологическими всякими штуками, не связан с объёмами, не завязан на свет в теневом рисунке, в глобальном и общем. Наша задача, вот таким вот образом, пупырышка за пупырышкой избавиться от пигмента. Добиться плавности градиентов. Плавности переходов от более тёмных к более светлым областям, без пигмента и без нарушения общих форм и объёмов. Ну, то есть, грубо говоря, если я сейчас сильно осветлю где-нибудь в щеке, у меня получится нарушение этого самого объёма, разумеется. Не смотрите на размер кисточки. Дело в том, что в настройках у меня поставлена зависимость силы нажатия на планшете, зависимость силы нажатия и диаметра. То есть, при небольшом нажатии кисточка очень сильно падает в диаметре, хотя при максимальном нажатии она превратится в тот диаметр, который обводится кружочком на мониторе. Посидев так с изображением часика 2, мы с вами получим определённый эффект. Эффект этот будет выглядеть, включаю домашнюю заготовку, примерно так. Давайте посмотрим отдельно на каждый слой. У меня этих слоев получилось 3. Один корректировал общие объёмы. Вы видите, что также откорректирована тень под глазом. Помимо всего прочего, здесь же подчёркнут светотеневой рисунок. То есть, что значит подчёркнут? Подчёркнут – это значит, что я кое-где, где было светло, сделал посветлее, где-то, где было темно, сделал ещё потемнее, увеличил локальный контраст. Вот таким образом я избавился от более крупных пятен на Додженбёрне. Дальше я стал избавляться от более мелких пятен на том же самом Додженбёрне. Ну и в конце провёл некоторый мастеринг на отдельном слое. Сделал как раз более плавными вот эти самые светло-теневые переходы. Сделал их тоже Додженбёрн. Совершенно верно говорили в школе, это я имею в виду в комментарии Руслана, что пока мы Додженбёрнем, пока мы не ушли на частотное разложение, на другие инструменты редактирования, мы не успеваем пронестись мимо каких-то объёмов, поскольку это очень медленный процесс. Мы прочувствуем, так сказать, всю глубину и все нюансы формы. Мы не успеваем их стереть. Поэтому результат получается гораздо более качественный. Дмитрий, совершенно верно. Додженбёрн это фактически пустая трата времени. Мы сейчас говорим о фундаментальных основах ретуши. Эта сентенция сделана на основе того, что любую ретушь можно вообще на одном слое провести с помощью Додженбёрна. И нам необходимо сейчас посмотреть на всё это, для того, чтобы понять, каким образом, собственно, меняется изображение. Мы потом все те же самые принципы применим на частотке. Мы на частотке будем делать тот же Додженбёрн просто гораздо быстрее. Если мы не поймём, что мы делаем на Додженбёрне, заниматься частоткой будет абсолютно бессмысленно. Но когда делаешь что-то, что до конца не понимаешь в основах, получается, как правило, ерунда. Итак, сделали мы некоторую самую Додженбёрновую ретушь. И давайте теперь отключим корректирующий слой, который убирает нам цвет. И мы видим, что с появлением цвета у нас абсолютный шпах случился. Дело в том, что оверлей, в средней части стонового диапазона, поднимает контраст по всем каналам. Соответствующим образом он занимается и увеличением насыщенности, в том числе и попознавением оттенков. Почему ползёт насыщенность? Понятно. Потому что мы фактически где-то повышаем контраст. Почему ползут ещё и оттенки? Дело в том, что некоторые зоны, которые были либо слишком светлыми, либо слишком тёмными в своё время до Додженбёрна, человеческий глаз в этих зонах не распознавал цвет. Он там действительно мог бы быть фиолетовым, зелёным, каким-то непонятным, который после Додженбёрна появился, и мы расценили это как попознавение оттенков ю. Нет, он действительно там был. Просто человеческий глаз его не распознавал как таковой. Как только мы контраст подняли, насыщенность увеличилась локально, мы ещё и увидели излишнее проявление тех или иных оттенков. На частотке будет тоже качество, но только на частотке с преподвыподвергом, на трёхполосной частотке. Что же делать с этими самыми цветовыми пятнами? Мы с вами узнаем после перерыва и узнаем, как отвязать скинтон, то есть цвет кожи, от процесса Додженбёрнинга и вообще отвязаться от естественного скинтона. Каким образом навести скинтон идеальный и ровно такой, какой вам надо по всему полищу.